Заходим, братья и сёстры, заходим. Чё? А сейчас съедим. Так. Ты чё такой мрачный, брат? Как каменный какой-то, каменный гос. Второй, дай второй, пожалуйста. Дай что. Что тебя? Так. Заколдовал. Дали дуба, да? Да. Ну что ж. Вези меня, Серёженька. Да, я садя. Я хочу свой место. Спасибо. Один. Смотрите. Спасибо. Ремонтируем Вот так, погляйте Вот, как дырка Други гореть начнут, ты сам согреешься Не, прям, ты вот так энергично Ну, я пока не сидел А мне дыр вообще, ты не сидел Как сеньор Огонь разжигал И дым в руку пошел, они из камня Сверху Выбирать на ключи Не выходили Скамейку-то не надо было доносить Она лишняя Не доходит никто Что, все насытились, да? Уже присытились Словом Божиим Проходим сюда, заходим Мест не только много, премного Стояло много Христос Воскресе из мертвых Смерть и смерть поправ И сущим во грабежи Вонхрав Христос Воскресе из мертвых Смерть и смерть поправ И сущим во грабежи Милостивый Господь, мы просим Твоего благословения. Приводь с нами, прости наши прегрешения и направь мысли наши к горнему. Господи, Тебе за все хвала. Отец и на Дух Святой. Аминь. Аминь. Толкование на сегодняшнее чтение. Мнига Деяний Святых Апостолов. Глава 9, стихи с 32 по 43. Стихи 32, 35. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея. Который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему, Эней, исцеляет Тебя Иисус Христос. Встань с постели Твоей. И он тотчас встал. И видели все его, живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Почему Петр не ожидал обнаружения веры этого мужа и не спросил, желает ли он быть исцелен? Это чудо было совершено, конечно, в особенности в назидании многих. А с другой стороны, чудеса здесь не обнаруживали еще своей силы. А потому здесь и неуместно было бы требовать веры в них. Потому-то апостолы и хромово не спрашивали. И так, как Христос, полагая, начало чудес, не требовал веры, так и они не требуют. А в Иерусалиме вера в них, конечно, распространилась раньше. Деяние 5.15. Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотят тень проходящего Петра осенила кого из них. Потому-то там и много было сотворено чудес. А здесь тогда только было положено начало им. Стихи с 36 по 43. В Гопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А Петр находился там. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал, Тавифа, встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее пред ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Толкование. Лука поставляет имя ее, показывая, что она соответствовала своему имени. Была так бедна и бодра, как серна. Потому что часто многие имена даются по божественному домостроительству. Сделали все, что следовало сделать над умершим. Заметь простоту прочих и отсутствие всякого высокомерия в Петре. Не сами идут, но просят через двоих об исцелении. И он приходит. Почему они не позвали его, пока та не умерла? Считали недостойным утруждать этим учеников и отвлекать их, и делать им затруднения в деле проповеди. Поэтому-то Лукай говорит, что был близко. Показывает великое смирение ее, потому что она находилась с ними и жила с ними, и обращалась со всеми, как одна из них, а не так, как мы теперь. Для чего он изгоняет всех вон? Для того, чтобы не тронуться слезами и не потерять спокойствие духа. Усердную совершает молитву, потом поддерживает ожившую, потом понемногу возвращаются жизнь и силы ее. Заметь отсутствие всякого высокомерия в Петре. Совершивший такое великое чудо, он ищет пристанище не у нее, и не у другого какого-либо знаменитого человека, но у Кожевника Симона. Он не стыдится людей ничтожных, и не дает великим повода превозноситься. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Самые большие затруднения в деле проповеди причиняют теплохладность, незнание пути Божия, задвение прямой заповеди Божией о проповеди. Если сегодня сделать полный хронометраж времени любого священника за день, за неделю, месяц и год, это же касается архиерея и патриарха, то какой процент времени выпадет на проповедь? Не на случайную проповедь по случаю праздника, заранее кем-то составленную, но проповедь вдохновенную, касающуюся душ и нужд человеческих. На любом производстве, в любом деле, есть специалисты, специально для этого назначенные, имеющие большой опыт, которые определяют, какие процессы являются второстепенными и даже ненужными, без каких движений и передвижений можно обойтись, чтобы все силы отдать главной работе, а любая работа ценится по конечному результату. И что же получится на деле? Большинство времени уходит на богослужения, требы, выезды, пустопорожнее времяпрепровождение приемных архиерея и благочинных. Кто и когда в православной церкви за тысячу лет до сего времени озаботился о главном – не делать им затруднения в деле проповеди? Если спросишь любого прислужника, где сейчас священник, которого ты ищешь, тебе не ответят, что он занят делом проповеди. Почему? Ответ – только потому, что проповедь стоит не на первом месте и не является главным делом жизни священников. Проповедь всего лишь, и при том редко у кого, является малой составляющей богослужения, приложением к нему. И все знают, чем занят священник. Он или готовится к богослужению, или совершает богослужение, или отдыхает после богослужения. А согласно блаженного феофилакта, толкующего деяния апостолов, проповедь, и только проповедь, должна стоять на первом месте. И ничто не должно делать затруднения в деле проповеди. Весь смысл миссии Христа на землю заключается в спасении падшего, умершего человека, первого Адама. И это возможно только через Слово Божие, через слышание Его, через вдохновенную проповедь в Духе Святом. Римлянам 10.17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И поэтому у каждого священника должна быть на руках охранительная грамота, заверенная Патриархом и Синодом, что никто не должен, никто не может делать им затруднения в деле проповеди. По смыслу 9 десятых двухчасового богослужения должно быть отведено делу проповеди, возрождению души, обращению ее ко Христу и только одну десятую часть посвятить Богу, богослужению и молитве. Это требование самого Бога, касающееся всего, что мы приобретаем. Сегодня самое большое препятствие в деле проповеди в православной церкви, забвение Слова Божия, абсолютная потеря и забвение авторитета Святой и Святейшей Библии. Слово Святейший в Библии встречается только два раза и касается места жертвоприношений, причастия, то есть молитв к Иегове и истинной веры. Число 18.10. На Святейшем месте ешьте это, все мужеского полума вот есть. Это святынью да будет для тебя. Иуда 1.20. А вы, возлюбленные, назидая себя на Святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. И это слово Святейший неприменимо согласно Слову Божию ни к кому и ни к чему. Все остальное вымыслы человеческие. Солом 118.113. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». И ко всему Святейшему, что указано выше, приводит проповедь о Христе. И чтобы все смертные считали недостойным утруждать этим учеников и отвлекать их, и делать им затруднения в деле проповеди. Богу нашему слава! Валерий Кель, Аминь. Спасибо. Спасибо, Христос. Похладно? Ну, сами виноваты. Потому что вчера Михаил Петрович спросил, Игнать Тихонович, а Игнать Тихонович сказал, спросил народа. Народ сказал, «Да тепло! Зачем не надо?» Ну, вот и так. Забыли о том, что тут у нас все и вверх, и вниз вылетает все тепло. Терпите. Зато меньше заснувших. Мы не жалуемся. Жаль, ведь и надеялись. У меня на улице жара будет, можно открыть, а маленько тепло пойдет и проветрится. Ну, о валящих. О валящих. Могу сразу начать с того, что я просил молиться о моих внуках, Таисии и Илье. Ну, они поправились. Слава Богу. Благодарю вас за святые ваши молитвы. Ну, а жена по-прежнему в корсете и, конечно, там более остаются. Тут предстоят дачные работы. Не знаю, как она. Но она собирается что-то там делать. Так что, помогите, чтобы Господь исцелил и тому прийти. О путешествующих в Константине. Вот еще сейчас узнал, что Галина сестра тоже путешествующая. До 18-го она писала, будет у нее длительный такой рейс. Да, правильно я сказала? До 18-го. Да. Там несколько сразу маршрутов ее поставили. Не знаю, как у нее со здоровьем, там уезжала в последний рейс. Она написала, что лучше. В последний рейс уезжала она нездорова. Помоги ей, Господи, и со здоровьем, чтобы все было благополучно в пути ангела-хранителя. о Константине. Скажи, пожалуйста. Я добавлю, что так же они все там строят. Практически они достроились и сейчас начинается самое интересное. То есть пусконаладочная работа. Вот. К ним выезжает через два дня электрик, который будет подключать все вот. Потому что сейчас все на электриках, вот эти пульты управления и так далее. и будут пробовать затопить. Ну, примерно у них вот уголь привозят 10-го числа, то есть числом уж 11-го, 12-го, если там что-то, заминка. Ну, в общем, до середины мая они затопят. Вот. Ну, редко бывает, когда что все с первого раза получается, поэтому сколько будет этих пусков неизвестно. Но вот прошу помолиться, чтобы... Чем быстрее все это запустится, тем быстрее они будут начинать оформлять документацию. Это тоже очень долго и вся документация на нем. Там, акты приемки и все и такое прочее. Там коробки целого документа, поэтому все сложно. Помолитесь, что... Чем быстрее он все это сделает, тем быстрее он вернется. Вот я так чувствую. Греморитом. Ну, говорит, все, прошло вроде как, практически уже ничего. Легче стало. Ну, я так поняла, еще у нас путешествующий Севастьян. Севастьян, да, сегодня я позвонил, тоже путешествующий, забыл сказать об этом. Да. Молиться, но я так поняла, батюшка наш тоже где-то поездка. Да, тоже путешествующий. За него тоже молимся, забыл путешествующий. Батюшка будет у нас служить в следующую субботу. Он же объявлял здесь на собрании. 13-е, будет, по-моему, суббота. И он сказал, будет здесь. Вот. Ну, болящие, вот, Александра Николаевна, пришла. Людмила Степановна, простуда у нее болеет. Да. Галина Николаевна, тоже получше вам. Ну, пока еще все болит, Вот видно, что у нее даже вот лицо страдальческое. Спина болит. Спина болит у нее, да. Ну, и все наши, конечно, те же самые. То всегда, то давно. Расскажи, Антонина, в каком состоянии выписали-то? Почему ее выписали-то? В таком тяжелом травме? А больница, это больница, это же не реабилитационный центр и не этот по уходу. Просто писала Таня, что она на своих ногах пойдет. Она правда пошла, чтобы она была? Ну, то есть, я не созванивала? Когда ее выписали, я в этот день не работала. Я не знаю, как она ушла. После этой операции они ставят их на ноги на третий день. Буквально через 2-3 дня они должны вставать уже там. Иначе, если они не встанут на третий день, они потом не встанут уже. Да. Надо расхаживать. Активизировать называется. Да. Я поздравляю. Это не подогнал. Так, еще у кого есть слово, просьба, пожелание, благодарение. Барышникова несколько раз звонила. Во-первых, она любви хочет. Любви. Говорит, но никто ей не звонит. Но никто о ней не интересуется. Но как же... Ты ее спроси, а сколько раз и кому она позвонила сама? Да. Ну вот она теперь, ей дали мой телефон, она теперь регулярно мне звонит. Я говорю, я учится, я не знаю, как Валентина Алексеевна, надо запомнить. Вы, я была уверена, что вы как-то на связи, у нас же как-то бабушки с друг с другом, все с друг другом на связи. Например, там Любовь Петровна, она там с Алифтиной Пантелеевной. И как бы, если что-то, мы будем в курсе. Допустим, я одна не могу общаться со всеми, а у нас как-то одни с одним, другой с другим. И все про друг друга все равно знают. На связи. Она говорит, а вот со мной никто не на связи. Она с Людмилой Степаной подруги все время общает. Я ей говорю, да, с Людмилой Степаной, она говорит, и она ей уже давно не звонит. В общем, если кто-то вспомнит, позвоните, проявите любовь и общение с сестрой. Я ей пообещала, что буду звонить ей. Но, да, плюс, у нее такая мысль родилась на неделе. Вот она там живет, она уже пожилая, она бы хотела найти человека, желательно, чтобы там тоже зык поселка, который будет ее дохаживать. Она ему припишет дом. Я говорю, а дом-то вам принадлежит? Да нет. Там только доля какая-то ей. Я говорю, доля не знаю, там кто согласится за долю, ну, ищите. Она говорит, верующий, чтобы вот, ну, может быть и найдет. Она говорит, вот это же у баптистов развито очень, когда дохаживают. Я говорю, ну, надо вам поискать. Она говорит, я буду искать. Надо помолиться, чтобы она нашла человека, верующего, такого добродетельного. Она говорит, я еще могу полезно быть им, а потом, чтобы эти люди были полезны мне. Может, семья какая-то ее возьмет на попечение из местных. Ну, и по поводу поводка, только она мне отзвонилась, что все-все-все, вода ушла. Буквально через день вот эта жара началась, вода в реке начала у них повышаться, и теперь они опять боятся. Говорит, что это сбор, сборная латая пошла. Мне кажется, сбор это идет в июне, сейчас еще рано сбор. Ну, во всем, вот. Это Петеримов все же нет, кто что-то знает о них. Загуляю, Потеряевки, Наташа с Алексеем, а Петеримов не знаю. Так, еще, да. Спаси Христос за молитвы. Мы посещали Валентину Дмитриевну, она сейчас в Заменогорске проживает. Всем, кто ее знает, тратим сестрам всем поклон. На с кем-то же живет, да? за ней ухаживаем. Здравствуйте, Иван, имею в виду слово. Братья, все-таки хотел попросить помолиться за меня. У меня получается 12-го будет опять этот... Сессия? Нет. Сессия у меня будет с 15-го по 31-е, с 12-го мне снова идти в военкомат. То есть, обычно они, как сказать, если выдают повестку, там обычно написано либо признаем комиссией, либо для уточнения документации. У меня пока что написано уточнение документации. У меня получается, они мне сказали в прошлый раз, когда я ходил к ним, что у них пока что не пришли им вот эти направления на альтернативную гражданскую, но они, получается, должны были прийти первого числа. Они сказали, либо бисьм меня отправить, либо где-то здесь буду работать. Вот, хотел попросить помолиться, чтобы Бог устроил, да, чтобы здесь. Потому что тут еще дело в том, что может, они могут сказать, что, мол, типа, вот, давай у тебя вот к нам пришли направления, вот мы тебе назначаем, ты к нам приходишь на призывную комиссию такого-то, такого-то числа, мы тебя отправляем, все, ты идешь. Или могу сказать, что, извини, опять-таки, нету никаких мест, вакансий. Давай на еще один круг. А альтернативная служба, она сколько по времени? Год? Два. год и восемь месяцев. Уже бы год прошел, а все тянут и тянут. У них все говорят, что, ну, типа, Ваня, зачем ты пошел на альтернативную гражданскую? Пошел бы уже срочно, уже вот год целый, говорю, соблажняйте. Ваня, а вот то, что ты в школе, ты не можешь какое-то ходатайство от этой летной школы принести? Я уже разговаривал, уже с директором, уже все обсуждали. Директор сам лично звонил, говорит, нет, не получится, потому что они относятся именно к Министерству образования и Министерству обороны. Главное, чтобы ты с Папом не встретился там. Тефалуют только так. Так, еще у кого здесь слово? Нам слово. За неделю приезжал Володя сюда. Приезжал? Да. Ну, какие-то там надо было что-то привезти. Что там с водоемами? А? С водоемами, как там ситуация? Я даже не спрашивал. Ну, как? Два пропали совсем, бобры прогрызли, вода ушла. И не знаю, можно еще делать. Я обращался в местное, где похож Союзу, они обещали приехать, но никому это не надо. И трогать нельзя. Ну, батюшка, в прошлый раз говорил, подать в судно бобров. Нам нельзя, они все деревья, все, валят. Вот такие вот березы вот. Нужды нет даже. Мало того, распилить на щурке, и куда денете, неизвестно. Там, где-то готовят. Мы в одном месте раскопали, у него там трехэтажное здание, такими вот сычками все это, вот такими вот, все это сделано. Ну, а тут вода-то поднимается весной, то она поднялась, я как раз к нему, в горницу. Ну, и он, значит, воду спустил лишнюю. Ну, Симаковский, над которым больше работали, будто бы целый. Как архитектор, водостроитель, знаете, чётко сказать. Ну, все остальное, то, что ему нужно было, много купил очень железа, откроет крышу, которую. Тут 10 бочек привез, он набрал столько всего, котел в бане сгорел, котел купил, где он деньги берет, не знаю. Ну, все это дорого обошлось, и он машину нанял и угнал туда все, а бочки пока стоят, когда будет какая-то машина у кого-то, у кого будет, не знаю даже где-то. Вот, помолимся, будет. Как я один, уже привыкая жизнь, тут Любовь Николаевна, её нету, она обо мне заботится, я нынче ничего ни разу не варил даже, они всё варят на стол, и кошек накормить, и мы с ней ходим на прогулку, тут 3,5 километра, под мостом молимся, там, на первых трёх ступенях, мне даже нужды нету, у меня сильно занятость, ну, работаем по книгам, и люди новые приходят, отвечают, притом из разных стран, прямо Бог как-то всё так сделал, готовы ты к оберее, новые люди посылают, готовятся к окрещению, работа идёт, настоящая работа, я-то своими делами занимаюсь, четырёхтомник этот готовим, сейчас и проверка идёт, фотографии, с этими типографиями, какая цена, в какой, смогут ли сделать, как мы просим, ну, не знаю, тут вот сестра Елена всё созванивается, надо бы на этой неделе, конкретно уже, прямо, подтолкнуть, только двух Николаев с фотографиями, и вот эти вот книги у меня, ну, из двух, примерно, трёх, все изданы в Горном Алтайске, смотри, как они сделаны, как всё сшито, какая бумага обсетная, 64 страницы фотографий, и всё закругление, и разные вот, ну, всё разные цвета, к слову, кстати, один раз он, шестой том, у вас сзади лежит, как фиолетовый, мы сидим и рассуждаем, все цвета, мне надо разные цвета, так не делал, обычно один цвет, произведение какого-то, а у меня ногти накрашенные, приехала, я говорю, вот такие, ну, и такое сделали, запомнилось, и сейчас тут обратно, никак мы не договоримся с ними, вот это, что делала Можайск, ну, Можайск, под Москвой, я говорил, только за перевозку, что нам привезли, больше 200 тысяч рублей отдать пришлось, ну, вот, если только договоримся, сестра уже вплотную подошла к ним, ну, значит, тогда сойдёмся, значит, нужно где-то ещё что-то доставать, и молимся, кто может помочь, предыдущие, педиты, которые продаются, и за счёт этого восполняем недостаток, даже для своих, я даже Володя ни рубля не дал, мой, да, на неделю кто ко мне приходил, дал деньги? Не приходило? Мог память, лежат деньги, кто приходили, два человека, спрашиваю, в открытую, не давали, а кто ещё, Господь зашёл, дал мне деньги, никого больше не было-то, одна сестра приходила, и два брата, брат, ведь не давал-то мне? Нет, вот он сидит, Сергей был ещё здесь, а где он Сергей-то? Вот он где, не давал, говоришь? Нет, не давал, и при том, как аккуратно-то перепутал, Николай, что ты тут хочешь? Ну, речь идёт не о двух рублях, Николай Ченотворец, а? Николай Ченотворец, да, я ему молюсь об этом, вот, вот, что вы сказали, знаете, про, это, как, первый раз, первая книга, вот, стиху, подиви, покажи её, вот, это первая книга, которую я издал, считай, как заголовок, церковь, свобода, тюрьма, я объявил тогда, кто какой даст заголовок, тут была, щельнявская, Александра Ивановна, а она дала 90 названий разных, но я показал именно, как восхождение, церковь, это высочайшая, свобода, а ниже, если идёт, там тюрьма, и тут половина стихотворений, которые вынесли, стюрьмы там написались, и вот мне выкупать денег, а нету, а тогда была Надежда, она Егоренко, Торбеева, девичья фамилия-то, Надежда Павловна-то, и я ей говорю, ты как только дойдёшь там, по Богородице поклонится, Николычу на Торсо, найди, попроси, чтобы мне что-нибудь дал, да как мне звонили, в 40 дней, ничего нету, на 40-й день, кажется, 41-й был, сейчас, в это время открывается дверь, и заходит человек, высокий рост, вам деньги нужны, я говорю, а у него в руках стаквояжик такой, маленький такой, совсем, я говорю, да, но при условии, я в Ресле выполним, а почему они сказали, чтобы никто не знал, что я к вам приходил, потому что я не одел, а у него предприятие, какое есть там люди, которые к вам не расположены, они не считают, ну не расположены, а узнают, что он со мной, и поэтому у него нет, ну так и осталось, сразу деньги получил, и при том, не один раз так было, когда мы со священниками, два священника ночевали, и тоже нужно было выкупать, и денег нет, и среди ночи, звонок, Америка, Сакраменто, ищут храм, где Климентом звать, дядя Климент умер, я говорю, лагерь, нам разве синиться, лагерь Климента Анкирского, утром в Эстер-Люнион пошел, получил, не знает, мы только вечером помолились, а священник говорит, ну откуда, я говорю, откуда знаю, откуда, об этом думают, что из Америки, пришлют, и мы обнимяем, и мне как раз хватит, это Бог делает. Я в прошлый раз заговорил вам, кто главный банкир Алтайского края был? Исоцкий. Как? Исоцкий. покупается, деньги нужны, я говорю, да откуда вам знать, сколько мне нужно, столько вытаскивает, и дает Богу. Это ничем нельзя объяснить, только живой ответ. Точно дает, красненькие бумажки, один раз, когда уезжают далекие, ну, заграницы нам, и деньги нужны, и денег нет, помолились, и прямо в обед уже, один человек говорит, вам деньги нужны, а кто вы такой? Дмитрий, а откуда Булкин, откуда Калининград, это Кёнигсберг. С шестизначными цифрами, и мы поехали, все есть. А когда получать, здесь я подошел, кассирша на меня смотрит, а вам какими деньгами выдать? А я у одного мужика стоял, у него красненькие, я даже не знал, что это по пять тысяч, я говорю, вот такими красненькими у меня, чтобы меньше места. А потом я раздробил там на шесть частей, где спрятать, если что, доехать, а начнем обратно. А эти-то у меня, они то мороженое возьмут, то рыба, а я ничего, в него надо ехать. Вот я об этом говорю, сейчас четырех топлив готовится, ну, работает сколько, по два человека корректора было, восемь корректоров только было, которые проверяли, что надо. Очень хорошие люди. Вот дело такое, ну, настолько людей ответственных посылает Господь. Вот сегодня, второй том, кажется, закончили, я говорил уже, женщина одна из Беларуси, ох, умная, только чуть-чуть это скажешь, она уже на помощь идет. Знаешь, ни разу с ней не было неприятности. Нет, она не пойдет на это. Я считал, что она юрист, а она пилолог, как раз по этому делу, что надо. Вот, у меня дядя говорил, сями никудыши, но зато какие друзья у меня. Вот это могу сказать, сестры, за все, что вы заботитесь, посылаете. Мы ответственны перед вами. И кто участвует в этом, если мы только... Мне надо до 10 июня, я уезжаю, чтобы книги были получены. Тогда я, конечно, всех, которые участвовали в этом деле, награжу. Стоимость будет примерно 8800 рублей. Десятина там моя, и все. Ну, у нас больше половины сразу по библиотекам идет, и тираж совсем небольшой. 250 штук. 250. Но это 4 тома умножить, это уже 1000 книг. А 1000 книг, это не просто так. И притом, 880 страниц, а это 750 только. Каждая. И 196 страниц фотографий, в каждом томе. Там фотографии несколько тысяч будет, наверное. Ну, все, вплотную подошли. Господи, благослови сестру, чтобы в этом, на этой неделе мы договорились. Теперь, ехать или не ехать. Конечно, лучший вариант, это кто-то приехал к нам. Из лучших, это если бы мы туда приехали, чтобы договор составили, печати поставили. Вот это они все, горный Алтай делали. Но настолько добросовестные люди. Ни одного замечания. Один раз что-то сделали, такое тусклое. В картинке. Я только сказал сразу, заменили, то выбросили, новое поставили. А он, видимо, айроты называют эти, алтайцы где-то. Эдуард Васильевич. Вот, если кто запомнит, помолитесь о нем. Никак я с ними связь не установлю. Я тогда поехал, когда уже книги все были укончены, мы там поблагодарили, я им бумагу выписал, они мне все это посчитали. Никто никому. То есть, ну, с типографией понятно. Это издает, что-то не так делает. Этого ни разу не было. Опять же, Бог делает. Это благодать Божия на нас прямо зримо. Ну, найдите какую-то церковь, чтобы вот столько книг лежат. И там нигде не списанное. Это такие ответы люди ищут. В интернете совершенно незнакомые. Мне выставляют мои материалы. Проповеди, все есть. Я поэтому только могу сказать, вы, кто-то, братья, можете прийти завтра или на неделе? Покопать надо землю. У нас появились столбы, брат Михаил, трубы. И поставили. Я ограда. Господь говорит, а ограда пошатумшаяся, а руки опустившись. На молитве никогда руки так не держи. Хоть как-то, ну, прижми. Не держи. Все иконы пройди. Нету с опущенными руками, кроме Елисавета, не нарисовали так. Я ограда пошатумшаяся, говорит, что здесь хозяина нету. И поэтому эти люди ушли, а там, где их сарай был, вместо забора их сарай был. А все разломали. Мы по новой сделали. Ну, не я делал. Тут помогал и Сергей, и Володей. И вот сейчас надо нам укрепить ограду, выкопать эти... Вчера брат Михаил пришел, и у нас трубы были, напилили, железные трубы. Ну, небольшого диаметра. Вот такого примера, да? Вот, если желательно было бы, чтобы с лопатой штыковой был. Можете или нет? Если нет, можем на неделю отложить. От меня-то в работе какой-то? Слышите завтра приехать? Никакой. Либо завтра, либо 9-го. Каждый день. Сколбую у меня нет. А если никого не будет, сам буду копать. А? Лучше, когда. А до сегодня договорится. Ну что? Ну, 9-го. Никого нет, да? Сергей Павлович, один приходит. Давайте завтра. Вторник. Завтра. Завтра или 9-го? Нестыш, шахты. Что я? Зажал, что? 9-го. 9-го? Готов? Давайте 9-го. Я тоже приеду здесь подметать. Вот мы хотели. Так, вопрос ко всем. Вы знаете, что батюшка не дома? Он домой не поехал. Знаем. Знаете? Путешествующие поминали. Господь сохранил. Дальше. Большая, может сказать, неприятность. У нас взяли одного из домов, на фронт, который берут туда. Но он заранее все сделал. Он послушался один, который меня послушался. И за полгода военкомат. Интересно, допустим, в Белоруссии, где подать за 10 дней всего до призова. И действительно. А здесь нет. Да, да, он не считает. Ну, он год назад, примерно, написал Никита. И его взяли, а он присягу не принимает. Все. Его поставили поваром. Я не знаю, месяц прошел или полтора, а родителям пришла бумага, благодарность, какого сына воспитали. Он поваром. И вдруг туда приходит священник. И он сейчас его ломает там, чтобы отказался от этого, взял оружие и пошел убивать. Мать звонит. Это беспрекрасно. Ну, все понятно. Она теряет сына. Я говорю, ну, я же все дал. Опять скинул все материалы. Да он стоит, но священник его там, Александр Гнеевский, там все такое. Попы хуже безбожника ведут себя. Его это не касается. Государство от закона приняло его. Он ничего не нарушил. Согласно Конституции, надо сломать, послать и убить. Это что с нами делается-то? Ну, конечно, тут никого не надо винить. Ни патриарха, никого, но тот-то священник. Зачем он это говорит? Бог будет спрашивать не потому, что написали там, или сейчас мощь Александра Невского везут, там прямо, там прямо хоть, хоть вы сцепить ноготок, чтобы дали. Пятиш. И вот его звать Никита, чтобы укрепил его Господь, чтобы он как святильник там был, чтобы руки его не запятнали с чужой кровью, и чтобы вернулся здоровый. Это вот то, что сейчас. Мать успокоилась, смотри, ну, видно прямо со слезами. Юноша молодой, он только что дом построил, хоть не женатый. Другие писали, я же говорил вам все, один гроб приготет, или там другой, который переписывался, сына там, двойка дочери осталась. Я же вам говорил, ты пошел, взял меч, от меча погибнешь. Это написано. 13 глава, 10 стих откровения. Это, я новости никакие тут не могу дать. Вот какая нужда, нужда в молитве. У нас настолько все идет в голову. благополучное, что даже страшно делается. Вот люди, которые убегут, а мы ничего не теряем. Ничего, они приходят, помолятся, все равно они нужны где-то. Молимся о них. И вот на сегодняшний день, на воскресенье, посмотрите, какой у вас график. С чем будете заниматься, кто остается на занятии. Не упускайте этой возможности. Ты эту дочку ты не боишься потерять? Боюсь. Боишься. Она, когда бывает здесь, настолько она аккуратно ведет себя, она мне очень нравится. Она тут же свои руки сложила, но видно, что работаете с ней. Чтобы она брала пример с апостолов, с пророков, со Христа главных где-то. Считай, свободная минута с ней проводи. Столько ты труда на ней уже положила. А там впереди какие потери были. Не твоя вина. Ну, я вот это коротко хотел сказать. Спрашивает о здоровье сегодня. Колени? Да. Ну, я хожу. Да, не дает. Я каждый день занимаюсь гимнастикой. Я из интернета нахватался там этой мудрости-то. Как лежать, как шевелить под колено вот так, вернуть, да так ногой своей туда. Ну, и все. И каждый день ходить надо. Ну, я хожу. И даже никто не заметит, что мне кажется, что лучше стало. Ну, со ступенек отступаюсь, нить не подаю, но я охота выглядеть здоровым. Могу сказать, путешествия какие. Пригнали эти баржи и к ним эти теплоходы. Прям автобусы из предприятия привозят людей и они едут по Аби и потом обратно. Вот если кто думает поехать, там хоть раз посмотрите. Я не советую, просто говорю, что делать. Никакой, нет, увидишь, что такое опь. Она разлилась, сейчас метр на два поднялась, вода говорит. Это какая река, самая большая река в Сибири. Вот мост, длина его моста 940 метров. Ну, почти километра. Вот интересно, как эти люди приезжают сюда и когда едут, как они восхищаются. 50 пород рыб только бы это не наши караси. Там и другое есть. Да, удивительное место мы живем. Вот это место одно из самых красивых. Это Баварин Побок. Представьте, он мне предложили, как первое время были у меня там судья Зверева, там разные вот такие были названия. А тут когда подошелся Боголюбов, Добравов, фамилии, которые стали передавать мне вот эти дома. Это Владимир Николаевич. Если бы он, его везде, ему без слов отдавали. Одно последняя встреча наша была за 11 дней до его погибели. Он с каким-то шел с Кемеровым и встретились в Тамбур. Я захожу, а он выходит. И он сразу обыкнулся. Вы знаете, кто это? Еще он знает, первый раз видит. Да это такой-то человек называет, он коммуну построил, а коммунисты не могли его построить. Подставляю, какому коммуны. У него вот я говорю, молюсь, посмотрите, не останйте старания, помогите. Если вы мне доверяете, поверьте, очень легко за него молиться. И он православный. Даже если даже где-то мучение было, уже сколько, 20 лет прошло. Вот так. А мы с Галиной Ивановной Сириной были у него на приеме. Просили дать нам нашей общине, когда, ну, не про свои инициативы, мы говорили об этом. Этот планетарий. Отказали нам. Не знаю, диагностический центр, мост, это все по его ходатайству, что-то тут вложили, и везде его упоминают на этих больших, самый диагностический центр огромный. Это тоже его. Вот так. Я знал его, и он помогал. Всегда. Перевести не жилое в жилое. Это столько организаций, он такой, звонок, я прихожу. Звонили уже, сказали, бесплатно сделать. Вот как Бог делает. Никогда бы мы не знали друг друга, если не его советник, общинников, он нас свел. И как мы ехали дорогой сюда, на машине, он так вот вывернулся на меня. Это вы в моем городе живете, в моем городе. Я вас не знал. Вы войдете в анналы, ну там, как пишут, городу проще. И вот он здесь приехал, когда фотографировались мы, шел снег, там снежинки. Я очень рад, что меня Господь подвел к этому. Это 11 лет шел суд, и благодаря ему решение суда было выполнено вот так. Значит, ничего не дали, мы отдавали где-то, там, магазин какой-то сгорел около тюрьмы. Тюрьма, это уже закрыто, а тут суд рядом, еще неизвестно. Я говорю, только сюда. Я первый раз, когда посмотрел в окно, закрыто вот это помещение было, а я говорю, а там второй дом, это тоже ваш. Я говорю, согласен. И ему сразу все пишут, согласен, дал согласие, ну и дальше пошло как. Вот, он сделал для нас много. Я могу только одно сказать. И для нас он был очень добрый. Упокою, Господи, в обителях небесных, рабат твоего Владимира. А Овчинникова как зовут? Владимир тоже. И за него Калганов, который стал тоже Владимир. Надо решить, в какой день вот им приезжать. Восьмого или девятого? Не решили. Девятого транспорт будет, не будет ходить. Да ладно. Да ладно. Нет, утром он будет ходить, он будет ходить только по комсомольскому, а не по ленинскому. Он будет ходить. Изменен машину будет, да. Какого числа стал бы-то вам копать? Восьмого или... Завтра могли быть. Завтра можете? Нет, через неделю давайте договоримся. Нет, там праздников не будет. Завтра праздники, выходные. Ну хорошо. Это удобно, удобно завтра. Они не приедут в будние дни. Они же учатся в работе. 9-го. А вот это есть, вы есть? Вы объясняйте хотя бы, что вы говорите-то, Игорь Ильич ничего не знает. Да, да, да. То есть завтра? Ну все. Конечно. Брат, во сколько? В 9-10. Ну к 9-ти не позже. В 9-ти утра. Сергей сможешь? Рукавички обязательно возьмите. Копать ямки и затармать трубу. Больше ничего. А 9-го уже тогда все отменяется. Да не надо. Два человека поза глаза нас хватит. Да там работа-то. Ну не может. А вот 12, допустим, ямок. 15. Закопать просто столбик. Более без заболевания. Нет, да вот оно. Подбить можно. Я вообще не знаю, что он хочет. Какое-то настроение такое, летущее. Что, завершаем? Какой рабочий день? Доходные. Ангел вафияше благодат Нечистая Дева Рабыльца. Ипакий рекал, Радуйся, Твой Синь Воскресе Примели на гробах. И мертвые воздвигнувы И люди Веселитесь. Святись, Святись, Новый Иерусалим И слава Бога Господня На Тебе, Восия. Ликуйны, Веселись, 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 Ты же чистая, Красуйся, Благородица, Абасканье Рождества. Господи, Защити Родину нашу От нашествия иноплеменников, От внутренних распри, От беззакония, Которое встанье, Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, Чтобы вы принимали мудрые законы, И всех начальствующих также Просвети и защити Людей, не познавших Тебя, Обрати к истине, Чтобы божественная любовь Твоя Коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, Как должно, Пусть покавятся в небрежении Своем И проповедуют смело и инославным Об Иисусе Христе. Господи, Прави до суды Твоей над Россией, За то, что оставили Тебя, И Слово Твое, Изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, И Владыка жизни, Что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой, Да наставит нас Не признавать никаких иных богов вопия. Алба, Отче, Господи, Научи нас семикратно в день Прославлять Тебя за слуды и правды Твои. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец и Святой Дух. Аминь. Господи, Примя нашу молитву, Воздеяние рук, Как жертву вечернюю, Благоухание, Приятное предпрессолом Благодати Твоей Божией. И соедини наши молитвы С молитвой всех святых, Молящих Тебе на небе и на земле. Ты Бог, Сотворивший этот мир И сохраняющего, Как зиждитель. Ты наш Господь, Знающий все прежде бытия. Услышь и исполни молитву Всех молящихся о нас Во благо нам. Влюбящий наш Отец Небесный, Ради голговской страданий И пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа. Услышь и исполни Нашу молитву О всех заповедавших нам Молиться о них. Спаси их, Господи, И помилуй. И мы молимся о незаповедавших. Коснись их сердец, Чтобы они примирились с Тобою, Господи, Ибо за гробом нет покаяния. Тебе хвала, Тебе слава, Честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, Слушают и дослышат Рабы Твои, Голос Твой. Слушают и дослышат. Продолжение следует...